Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с основного закона. Возврат Конституции 1994 года – полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики и политики. Сегодня совершенно иные потребности. Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны. Пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, мы не ответили, но уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения. И уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию вместе со всеми госслужащими и специалистами, разработав варианты. Предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, переспределения полномочий между органами государственной власти. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. Но главное, Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х. Для тех, кто забыл или не знает, напомню, тогда мы погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах, в ущерб принятию безотлагательных решений. Тем временем страна катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания. Я уже проводил пример. Банды орудовали от Москвы до границы с Польской Республикой, обирая всех. Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Но мы их за полгода вычистили с дороги. 32 банды в городе Герои Минске. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите, чтобы страну поделили на сектора и собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив. А не только, пока я президент. Я это все на своих плечах вытащу.